Первая презентация будет от меня об основах Open Contracting Data стандарта. Наверняка все уже из вас слышали, что в Кыргызстане этот стандарт внедрен, и мы хотим сегодня показать, как он в принципе работает, и Анна потом детально пройдется по API. Давайте с вами начнем разбираться, что же такое OCDS. OCDS – это схема данных, которая описывает процессы закупок на всех этапах контрактного цикла, начиная от планирования и до реализации. То есть определение стандарта – это вся информация о планировании, проведении тендера, определение победителя в контрактах и о выполнении контрактов является частью единого процесса. Схемы и этапы этого процесса покрывают в принципе пять основных этапов. Это планирование, инициация процедуры, присуждение контракта, подписание самого контракта и имплементация контракта. Вы можете видеть, какая, как правило, информация и какие данные находятся по каждому из этапов этого процесса. Например, планирование может включать в себя бюджетирование, исследование рынка, информация о каких-то публичных консультациях предварительных до тендера. Стадия инициации тендера может в себя включать информацию об уведомлении о тендере, стоимость, спецификации и так далее. Для решения каких проблем вообще был создан OCDS? Хотя некоторые данные о контрактах уже опубликованы, во многих странах существуют типичные трудности с использованием этих данных для понимания процесса заключения государственных контрактов. Процессы заключения государственных контрактов в некоторых странах, например, по-прежнему происходят на бумаге или некоторые этапы этих процессов. А у некоторых правительств вообще нет центрального источника данных по контрактам, которые, например, есть в Кыргызстане. Некоторые страны публикуют данные, но только о тендерах или только о выборе поставщика. И очень немногие правительства публикуют данные о выполнении контракта. Мы все знаем наверняка, что в декабре прошлого года в Кыргызстане были внедрены принятые правки в закон, который обязывает доработать систему госзакупок, в том числе и данными об имплементации контракта в выполнении. Надеемся, что в ближайшее время такой модуль появится в системе госзакупок, и мы сможем видеть не только информацию о подписанных контрактах, но и подписанных актах приемки-передачи, осуществленных платежах. Также во многих странах очень сложно связать данные о тендерах и выборе поставщика. И еще сложнее привязать к ним данные о планировании и выполнении контракта для того, чтобы увидеть всю цепочку от начала и до конца. Непонятно значение полей, например, относятся ли цифры к этапу проведения тендера или к выбору поставщика. А также непонятно, к чему относятся те или иные значения по компаниям. То есть если нет какой-то структуры, то часто бывает сложно определить, та или иная стоимость относится к ожидаемой стоимости, либо к стоимости контракта, либо к предложению, поданному поставщикам. Ну и, наконец, данные публикуются на основе того, что доступно или что обычно включалось в бумажные документы, а не на основании того, что фактически нужно пользователям. То есть вам, государственным учреждениям, поставщикам, исследователям и так далее. Цель OCDS – это наладить связь между издателями данных и пользователями данных для организации обратной связи, что в конечном итоге приводит к положительным изменениям в государственном контрактировании в сфере государственных закупок. Когда правительство решает, какие данные о контрактах публиковать и как это делать, они склонны ориентироваться на конкретную проблему или пример. И как раз таки OCDS стремится решить широкий круг проблем и потребностей пользователям и помогает правительствам думать о том, как структурировать и публиковать данные таким образом, чтобы способствовать их использованию. И предоставляет набор рекомендуемой к публикации информации в течение всего процесса заключения контрактов. Речь идет не только о структуре и содержании стандарта данных. Поддерживая публикацию правительствами данных в формате OCDS, мы, по сути, способствуем сотрудничеству с пользователями, внедрению обратной связи и итеративной разработке, а также обеспечиваем, чтобы данные о контрактах были полезными, доступными к использованию и чтобы ими действительно пользовались. Потому что по состоянию на сегодня данные опубликованы с ноября прошлого года. Уже есть первые примеры использования этих данных для разработки разных инструментов или тулов. И как раз таки наличие документации, наличие каких-то обучающих материалов, инструментов, которые можно повторно использовать, они, по сути, упрощают использование этих данных пользователями. Вне зависимости от того, какой вариант использования ближе всего для вас, OCDS был разработан для широкого спектра потребностей пользователей, включая понимание соотношения цены и качества. То есть важно достигать лучшего соотношения цены и качества в новых закупках и улучшение понимания этого соотношения в будущих закупках. Выявление мошенничества и коррупции. Очень важный наверняка и для Кыргызстана аспект. Данные OCDS могут использоваться для тщательной проверки документации и данных о закупках на предмет, например, факторов риска, которые могут указывать на какое-то ненадлежащее использование государственных средств или возможное злоупотребление. И, в принципе, в проектных предложениях, которые мы получили из Кыргызстана на Innovation Challenge, как раз-таки имеется несколько проектов, которые фокусируются на идентификации риск-индикаторов. Следующий юзкейс – это конкуренция за контракты. То есть данные OCDS могут использоваться частными компаниями, например, чтобы поднять какие-то возможности для заработка денег на новых закупках. А усиление конкуренции всегда приводит к лучшему соотношению цены и качества. Есть ряд исследований, которые показывают существенный рост экономии из-за дополнительных поставщиков. Если при двух поставщиков в среднем экономия в районе 7%, например, при трех она растет до 15%, а при четырех превышает 20%. Это, в принципе, в том числе и OCDS данные помогают посчитать. Ну и, наконец, это мониторинг предоставления услуг. То есть, в принципе, мы хотим понимать, что государственные контракты приносят пользу гражданам с точки зрения качества предоставляемых товаров, работы и услуг, а данные OCDS как раз-таки нам помогают объединять весь цикл и мониторить процесс от начала до самого конца, до имплементации конкретного контракта. Важно отметить, что у каждого варианта использования есть разные потребности в данных. И поэтому публикации следует рассматривать разные типы данных и документов. При этом не каждый издатель данных должен стремиться опубликовать абсолютно все данные, поскольку стандарт позволяет заполнять только несколько обязательных полей. А в остальном мы, конечно же, призываем наших партнеров публиковать информацию в зависимости от их целей и планов реформ. Однако мы рекомендуем не скрывать ничего и публиковать все. Потому что мы верим, что нет никаких данных, которые являются закрытыми. Например, в части кыргызской публикации, я думаю, что Анна сегодня скажет, какие данные публикуются через API, а какие данные исключены из публикации, например, по причине, возможно, каких-то рисков личных, персональных данных и так далее. Это, по сути, значит, что в рамках проведения обучения о OCDS одна из задач при работе с издателями данных на раннем этапе – это им предложить подумать о том, какие у них есть цели. То есть надо понять, какие должны быть акценты у государства при публикации. Если вам каких-то данных в той публикации, которая есть сегодня, о которой расскажет Анна, не будет хватать, то можно будет работать с государством, с Министерством финансов, для того чтобы подумать, чтобы расширить публикацию, если вы сможете аргументировать, по сути, свои цели, зачем вам нужны эти данные. Представьте себе слоган OCDS Insight, как OCDS внутри. Если знаем, есть такая рекламная компания старая еще Intel Insight. Внутри каждого компьютера есть чип Intel. То есть когда данные полностью внедрены, от этого должны быть, по крайней мере, указаны здесь преимущества среди множества других. То есть все, что мы только что проговорили, оно должно потихоньку автоматически запускаться. А дополнительные преимущества – это, по сути, возможность качественно идентифицировать разные процедуры закупщиков, иметь какие-то общие классификации и сопоставимые данные, которые в перспективе можно будет использовать. Однако, конечно же, OCDS внутри – это только основа. И публикация данных – это не конечная цель. Вот как раз-таки у нас с ноября есть опубликованные данные, и сейчас мы проводим этот Innovation Challenge для того, чтобы стимулировать использование этих данных, для того, чтобы появлялись инструменты, которые будут все-таки помогать работать с рынком, идентифицировать коррупционные проявления, лучше планировать закупки и так далее. То есть OCDS – это всего лишь инструмент, который помогает достичь целей открытого контрактирования, а не самоцель. Это, по сути, просто фундамент. Теперь давайте с вами перейдем немножко ближе к OCDS и к структурам OCDS, потому что все-таки сегодняшний семинар у нас технический. OCDS состоит из трех основных компонентов. Первое – это схема или структура. В ней указаны поля, структуры, типы данных и правила проверки данных OCDS. Вы видите слева вот такую JSON-схему. Это документация самого стандарта. И у нас на сайте Open Contracting Partnership, я дальше покажу его, в принципе, очень детально объясняется, как использовать схему. Она дает полное понимание того, что есть внутри стандарта. Ну и управление, и версии самого стандарта. Это формальный процесс управлениями изменения самого стандарта. Он управляется всем комьюнити, то есть сообществом людей, которые работают с OCDS. И если вы там являетесь OCDS-паблишером и пользователем OCDS, то вы тоже можете участвовать в управлении, в разработке и усовершенствовании стандарта OCDS. На сегодняшний день у нас версия активная стандарта 1.1.5, работа идет над версией 1.2. Как на самом деле выглядит стандарт? Документацию по стандарту можно найти по этому адресу внизу, standard.opencontracting.org. И это, по сути, должен быть ваш первый источник информации об OCDS. То есть, в принципе, здесь записано все, что угодно, все, что вам нужно по OCDS. К сожалению, на сегодняшний день документация поддерживается только на английском языке. Ну, есть еще итальянский, испанский. На русский перевод еще в работе. Честно скажу, пока не могу вам сказать дедлайнов, когда мы сможем перевести все на русский язык. Документация по стандарту постоянно обновляется. И, по сути, мы рекомендуем эту документацию использовать как приоритет над любыми другими материалами об OCDS. Теперь с вами быстренько перейдем к схеме OCDS. Как раз-таки вот то, что дальше будет показывать и Аня. То есть, по сути, OCDS – это стандарт схемы JSON, что означает, что, по сути, единственной каноничной формой OCDS является JSON. То есть, это не XML, не Excel, не CSV, а JSON. Мы предоставляем инструменты для облегчения преобразования между электронными таблицами и документами JSON. То есть, у нас на сайте OCP есть ряд общедоступных инструментов, таких как Kingfisher, Pelican, Toucan и так далее, которые помогают вам, Flatten Tool, которые помогают вам вот эти данные собрать, во-первых, и преобразовать, например, в таблицы, если вам это нужно, если у вас нет для этого достаточной экспертизы. Схема OCDS определяет стандарт. То есть, по возможности мы стараемся, чтобы все остальные материалы и документы исходили из схемы. Если вы когда-нибудь обнаружите несоответствие между схемой и любой другой информацией OCDS, которая есть в вашей публикации, то схема является приоритетной. Схема, по сути, дает точное определение того, что следует публиковать и как это следует публиковать. С машиночитаемыми правилами валидации, которые можно использовать для автоматической проверки правильности структуры и формата данных. У нас есть инструмент Pelican и, по сути, инструмент, который валидирует вашу схему для того, чтобы понять, соответствует ли ваша публикация, например, OCDS. По сути, без публикации истины данных OCDS упускаются многие преимущества публикации в соответствии со стандартом данных. И, по сути, если мы говорим, что данные OCDS опубликованы, как, например, в Кыргызстане, и мы очень рады, что Кыргызстан – это один из OCDS-паблишеров с достаточно качественной и очень обширной публикацией практически на всех этапах контрактингового цикла. То есть это значит, что, во-первых, проверка качества идет. Есть автоматическая проверка того, что опубликованные данные имеют правильную структуру и формат, а также содержат необходимые поля. То есть когда мы говорим, что в Кыргызстане OCDS, мы можем спокойно от нашего имени, о OCDS, говорить, что, в принципе, данные хорошие и дают вам понятное описание того, что происходит в системе закупок. Это, по сути, постоянный доступ к растущей экосистеме инструментов и методологий многократного использования. Это те инструменты, которые я сегодня уже вспоминал, но также, например, модуль аналитики, который сейчас в OCP разрабатывает OCDS-паблишером, он тоже в ближайшее время уже появится в Кыргызстане, и все смогут им пользоваться как раз-таки благодаря публикации OCDS. Ну, по сути, это возможность пользоваться разными методологиями, которые регулярно разрабатывает OCP, и данные, которые можно сравнить с данными других стран. И как раз-таки один из проектов, который есть сейчас у нас в OCP, это и сравнение цен на медикаменты в пяти странах регионов, те, которые публикуют OCDS, и разработка модуля аналитики для регионального сравнения. Давайте теперь перейдем в разделы схемы. Значит, схема OCDS, по сути, разбита на разделы, чтобы отразить этапы процесса заключения контракта с несколькими дополнительными аспектами, и чтобы сделать данные максимально полезными и пригодными для использования. Мы сейчас рассмотрим, по сути, каждый раздел схемы очень быстро, для того, чтобы вы поняли, как работает OCDS-стандарт, и как с ним дальше работать. Важно отметить, что, по сути, информация, опубликованная на одном этапе процесса заключения контракта, может заключаться в нескольких разделах. Например, если взять форму плана, которую заполняет заказчик всегда перед объявлением закупки, в идеале, конечно, если это делается в начале года. В нее, вероятно, всегда входит раздел под названием «Тендер», где указаны ожидаемые данные и предметы закупки будущего тендера. В OCDS эта информация о датах тендера все равно будет также помещена в раздел «Проведение тендера», например, даже если она опубликуется на стадии планирования. Метаданные. Метаданные помогают использовать, по сути, пользователям, понять данные, с которыми они работают. То есть, когда данные были опубликованы, что это за данные? Это уведомление о планировании, объявление о проведении тендера или, возможно, изменение контракта? И к какому процессу контрактирования эти данные относятся? По сути, OCID – это идентификатор, о котором я вам скажу в конце. И метаданные не относятся к определенному процессу заключения контракта, поэтому они находятся вне других разделов схемы. Дальше идем – это стороны контрактингового цикла. Данные о организациях, участвующих в процессе заключения контрактов, также находятся за пределами других разделов схемы. Это помогает уменьшить дублирование в схеме и, по сути, упрощает представление данных OCDS в электронных таблицах. Это также означает, что в OCDS может быть представлен любой тип организации, связанной с процессом заключения контракта, даже если для них нет определенного поля в схеме. Для каждой организации можно указать имя, идентификатор, адрес или контактное лицо. Вы видите примеры этого всего на экране. Движемся дальше. Это планирование. Каждый процесс контрактирования в OCDS имеет отдельный раздел планирования, и этот раздел можно использовать для ссылки на более подробную информацию, например, о бюджете, из которого финансируется процесс заключения контракта, или проект, частью которого является та или иная закупка. Здесь также можно записать ключевые этапы, например, консультации с общественностью, либо процессы утверждения плана. Следующий этап, который записывается в OCDS схеме, это проведение тендера. В каждом процессе контрактирования есть один такой раздел, и так мы определяем процесс контрактирования. Это, по сути, все данные, связанные с одним процессом проведения тендера. Раздел о проведении тендера включает информацию о типе закупок, закупаемых товаров и ключевых датах, таких как, например, период уточнения или сроки подачи тендерных предложений. По сути, как и другие разделы, раздел о проведении тендера также включает разделы этапов и документов для публикации других ключевых датах и документов, связанных с этим тендером. Определение победителя. По сути, в одном процессе контрактирования может быть несколько таких аспектов. Например, если закупка разделена на лоты. В Кыргызстане это, по сути, общая практика, проводить многолотовые закупки. Так вот, если в одном тендере есть много лотов, то может быть несколько записей об определении победителя. И раздел «Определение победителя» включает подробную информацию, по сути, о выбранном поставщике, стоимости контракта, предмете закупки и любых документах, связанные с оценкой самих заявок или выборе победителя. Следующий этап – это заключение контракта. В одном процессе контрактирования может быть тоже несколько контрактов. Опять-таки, если закупка многолобная. Но даже в результате одного определения победителя может быть заключено несколько контрактов. Например, это может быть рамочное соглашение, которое тоже существует в Кыргызстане. В ACDS есть отдельные разделы, по сути, для определения победителя и заключения контракта, чтобы пользователи могли отследить изменения, которые произошли в информации в контракте по сравнению с информацией в момент определения победителя. Это очень важно. Если говорить о выполнении контракта, пока этот раздел отсутствует в данных Кыргызстана, над ним сейчас идет разработка, и Министерство финансов при поддержке USAID модуль имплементации сейчас разрабатывает, так как это определено в последних изменениях законодательства. Мы, как OCP, в OCDS рассматриваем реализацию как отдельный раздел контрактного цикла. Но на самом деле, по сути, это свойство раздела о заключении контрактинга, поскольку пользователям необходимо следить в контрактах, что было. Подписание доп. соглашения, подписание акта, оплата и так далее. Раздел, по сути, поддерживает отслеживание финансового и другого прогресса, публикацию любых других документов, которые связаны с этим конкретным контрактом. Важно понимать, что в схеме есть структурные блоки. По сути, рассмотрев общую структуру схемы и частичное ее содержание, мы можем спуститься на уровень ниже и рассмотреть ее структурные блоки. То есть это объекты, из которых состоит каждый раздел. Поскольку некоторые концепции используются в разных частях процесса контрактирования, схема ICDS состоит из структурных блоков, на английском это building blocks, которые можно использовать повторно. Таким образом, даже если нам кажется, что в схеме, например, 300 полей и что это выглядит контракт ужасно, многие из них на самом деле повторяются. Например, каждый раз, когда документ можно загрузить к планированию, проведению тендера или определению победителя, заключение и реализации контракта, по сути, все те же 9 полей повторяются в каждом блоке. С помощью структурных блоков, которые можно повторно использовать, нам и пользователям стандарта проще сопоставлять существующие системы и данные с ICDS. И что важнее, пользователям легче работать с данными. Например, разработчику инструмента нужно создать только один интерфейс отображения документов, а использовать он его сможет несколько раз. Как это выглядит? Вот это иллюстрация структурного блока стоимости контракта. В левой части показана информация в структурном блоке, а в правой часть JSON. Например, как это пишется в ICDS. Структурный блок стоимость встречается в очень многих частях стандарта. По сути, вот это примеры, где может встречаться структурный блок стоимость при контрактинговом цикле. Ну и, наконец, расскажем про идентификаторы контракта. По сути, у каждого контрактингового процесса есть уникальный полностью идентификатор ОСИД, то есть по которому можно отследить конкретный контрактинговый процесс. И разные идентификаторы встречаются на разных этапах. В этой табличке можно будет ознакомиться, какие конкретные идентификаторы существуют в схеме, чтобы не путать, например, разные страны между собой существуют ОСИД. У каждого тендера существует свой айдишник и так далее. И, по сути, на этом я закончу введение в ОСИДС и схему данных и передам слово Анне, которая вам уже продемонстрирует, как это реализовано на практике и что сделано в Кыргызстане. Спасибо за внимание. Анна, слово тебе. Добрый день. Спасибо большое. Сейчас буду потихонечку делиться экраном. Реализация открытых данных была сделана, реализована в Кыргызстане в прошлом году. И этот проект включал в себя публикацию открытых данных. Я вам сегодня расскажу, какие были задачи поставлены в этом проекте, как же эти данные открыты и имплементировались. И потом уже я расскажу вам и покажу примеры схем, уже те, которые были локализованы. То есть Виктор рассказывал это о структуре, которая есть классическая, но в зависимости от реализации в каждой стране, схема ОСИДС может меняться. То есть есть стандарт, и потом могут появляться какие-то определенные дополнительные поля, которые характерны только для какой-то страны в силу того, что закупочный процесс может немножко отличаться. Потом я с вами поделюсь ссылочками и покажу, где есть информация об этом проекте. И в принципе, наверное, расскажу, как ее можно использовать, чтобы что-то делать с этими открытыми данными. И покажу примеры, как и что было реализовано с помощью уже этих опубликованных открытых данных. Постановка задачи. Когда начиналась реализация проекта, было три основных момента, которые хотели сделать. Это стандартизировать информацию, которая была сгенерирована в системе государственных закупок, для того, чтобы было усовершенствовать вообще процесс анализа и мониторинга этих данных. И третий момент, который очень немаловажный, надо было обеспечить доступ к информации о государственных закупках. Так как на данный момент, конечно, есть доступ к информации, он публикуется на сайте, но, честно сказать, это не совсем удобный способ, особенно, когда необходимо реализовать какие-то мониторинговые моменты. Это, возможно, даже, как это, человеку просматривая что-то, это достаточно тяжело работать с сайтом и опубликованной информацией в таком виде. Имплементация открытых данных. Как Виктор уже сказал, для того, чтобы имплементировать открытые данные, был выбран стандарт открытых контрактных данных. Почему был выбран этот стандарт? Потому что на данный момент этот стандарт является передовым в раскрытии информации о государственных закупках. Он был имплементирован во многих странах и проявил себя очень хорошо, поэтому данный стандарт был выбран для того, чтобы публиковать открытые данные в Кыргызстане. Я не буду останавливаться уже на сайте и рассказывать, что вы можете просчитать. Виктор уже вам рассказал. Внизу вы видите ссылочку, и Виктор ее уже показывал, где вы можете найти всю необходимую информацию, которая вам поможет понять, что такое стандарт. Там подробно рассказано, какие поля, как они называются, как вообще строятся данные, и как они организовываются, какие у них должны быть значения этих данных. Это все необходимая информация любому разработчику, чтобы в дальнейшем было легко работать с этими данными и реализовывать какие-то свои IT-продукты, используя данные. В Кыргызстане на данный момент покрыты такие части, которые предусмотрены этим стандартом. Это планирование, это бюджеты, закупки, потом тендер, либо процедура закупочного процесса, выбор победителя и, конечно же, информация о договорах. Виктор уже заметил, о договорах мы имеем только информацию их регистрации в систему, но по реализации данных договоров информации нету, так как нету сейчас никакой интеграции с казначейством системы, но я надеюсь, что в будущем она появится, и мы сможем уже видеть будущий процесс от начала до самого конца. Чтобы реализовать вот эту публикацию данных, как это делается? У нас есть, вот видите, база данных системы государственных закупок. Дальше делается реплика или копия данной базы, которая постоянно, каждую секунду, синхронизируется с основной базой данных. Это делается для того, чтобы прежде всего обеспечить сохранность данных в основной системе и также не перегружать нашу основную базу данными нашими запросами, чтобы мы ее как бы не остановили работу основной базы данных. То есть все запросы идут через реплику, через эту копию, которая постоянно синхронизируется. Дальше из нашей копии есть такой ETL-процесс, который берет данные системы, их конвертирует и публикует в формате ACDS. То есть это у нас уже нереализационная система данных, вот эти JSON, которые у нас складываются в ACDS базу данных. Дальше, чтобы мы могли уже как-то работать с этими данными и смотреть, что же внутри, и у нас была возможность получить эти данные, был реализован, это как бы современный подход работы с данными, было реализовано API. Их было реализовано два. Расскажу, по какой причине. Тот, который ACDS API для открытых данных, да, там находится полностью вся информация, как бы, скажем так, сводная запись по полному процессу государственных закупок от начала и до конца, согласно стандарту ACDS 1.1. Так как в Кыргызстане процесс планирования отличается от того, который предусмотрен стандартом, для реализации продуктов и IT-продуктов для Министерства финансов им требовалось больше информации, которая не была покрыта стандартом. Поэтому совместно с ACDS API была разработана дополнительная схема, это локализованная схема для Кыргызстана для планов, чтобы покрыть все аспекты планирования именно в Кыргызской Республике. Как вы можете получить, да, вот эти данные? Я сейчас перестану показывать презентацию, и мы вот перейдем сразу с вами на вот эту страничку, которую я показываю, это страничка вашего сайта государственных закупок. Так, я надеюсь, мой экран видно. Скажите кто-нибудь, что все ок и все видно? Видно, видно. Отлично, отлично, отлично. Я надеюсь, что сейчас загрузится сайт. Так, как нам попасть, да, вот с главной страницы официального портала государственных закупок, как нам попасть вот к той страничке, да, где я показывала. Мы переходим аналитические данные, и дальше у нас есть вот такое, видите, API и экспорт. На страничке API и экспорта, сейчас я чуть-чуть уменьшу, у нас есть вот такие, как бы, очень полезные ссылочки, да, на что у нас есть, так как я говорила, первый, вот эта точка доступа API Endpoint 1, это ссылка для вызова API и получения информации о конкурсах. О конкурсах будет в этом, как бы, в этом API получена информация, начиная от планирования, только планирование будет представлено более сжатым, да, оно будет соответствовать то, как оно представлено в классической версии ACDS, да, и заканчивая уже контрактом. Та, которая API, да, который Endpoint 2, это точка доступа, это будет только ссылочка на API и доступ к той информации, которая будет на расширенные планы, локализованные, которые, эта схема только применима для Кыргызстана. Дальше есть раздел API документация. Документация опубликована в Swagger, да, это сделано для того, чтобы для простоты. В чем заключается документация, я сейчас ее покажу, да. Там будут сразу реализованы те запросы, которые вы можете делать к API, и они будут там расписаны. Также есть вот ссылочка на OCDS стандарт, где вы можете не искать и сразу кликнув сюда, да, вы можете там перейти сразу вот на вот этот стандарт, где Виктор показывал ранее ссылочку. Она у вас уже прямо имплементирована в вашем сайте, да, она никогда не потеряется, и вы всегда сможете найти этот стандарт, да, который описан, как же опубликовано. Если мы вот переходим, да, это вот по ссылочке первой, да, это у нас точка доступа к опубликованной информации, полная запись, да, о тех конкурсах, которые проводятся, и как бы полная запись, даже не о конкурсах, давайте процесса. Процесса, процесса государственных закупок, которые проводятся, они, значит, по этой ссылочке. По второй у нас откроется другой API, да, это будет уже с планированием. Давайте перейдем по документации. Я сразу извиняюсь, у вас будет картинка не такая, так как я разработчик, у меня больше прав, и это у вас откроется сразу вот в таком красивом виде, где вы будете уже видеть команды, которые необходимы для получения той или иной информации из API. Давайте перед тем, как мы будем уже разбирать, как работать с API, я немножечко расскажу сейчас по самой схеме, как она выглядит и что же там внутри, чтобы было потом уже понятнее, когда мы будем из API извлекать наши данные, мы будем уже понимать, что же мы взяли оттуда. Так, секундочку, сейчас я поделюсь. Сейчас, секунду, секунду, извините за задержку. Так, я так понимаю, мой экран видно, да. То есть это у нас наша схема, та, которая публикуется, полная запись о процессе государственных закупок. Полная схема, давайте я ее буду, ага, полная схема, она состоит из релизов. Релизы, это, если так сказать, да, вот, допустим, мы представим, что у нас есть какой-то такой пример, давайте простой пример, допустим, есть у меня карточка, да, я хожу к врачу, и у меня есть моя амбулаторная карточка. И вся информация в этой карточке, это у меня и является, вот, полная запись, да, от разных врачей, от всего, о моем состоянии, да, и что со мной происходит. Но каждая запись от каждого врача, она может быть, как это, извлечена из карточки, имеет, как бы, свою отдельную смысловую нагрузку и имеет какую-то определенную информацию. Точно так же построена запись о процессе государственных закупок в этом формате ACDS. То есть, когда у нас есть вот полная запись вот этого процесса, да, это вот наша амбулаторная карточка, в которой у нас есть сначала запись, какие планы были, да, что было спланировано, потом есть запись тех, кто участвовал в этом процессе, потом у нас будет информация о тендере, о победителях, о контракте и так далее. И весь, вся вот эта запись, да, она и будет вот запись вот этого процесса. Запись нашего процесса, то есть номер нашей вот этой амбулаторной карточки, да, которая, она моя, она определяет, что я Анна Соловьева, да, и вот это моя запись. Это у нас есть вот этот оси ID. Вот этот у нас ID, да, это идентификационный номер, который определяет у нас запись вот этой одного процесса, который, что же случилось там от начала до конца. В шапке, скажем так, вверху у нас обычно указана информация, то есть какая версия ACDS используется, да, дальше у нас показано, какие у нас дополнения, да, экстеншены используются, для чего эта информация, эта информация в основном нужна для разработчиков, так как экстеншены описаны на сайте ACDS отдельно, там есть разделщик экстеншенов, и чтобы найти эту информацию разработчикам и понять, какие там использовались и в чем там схема, да, это как бы для них подсказочка, чтобы они смотрели не только на основную схему, да, а также смотрели там на дополнительную информацию по экстеншенам. Дальше у нас есть информация о том, кто публикует, кто ответственный за публикацию данной информации. В Крыльевской Республике это Министерство финансов, что есть у нас, да, тут указано. Дальше. Дальше у нас идет информация о том, что уже идентификатор релиза, идентификатор релиза, это будет уже, грубо говоря, вот этот ID от каждого врача, да, потому что у меня в амбулаторной карточке вот этом, в модификаторе процесса будет очень много вот этих релизов, да, у нас первый релиз у меня появится, когда у меня будет планинг, второй релиз у меня допишется, да, сюда в эту запись, когда у меня появится информация о участниках, потом о самом конкурсе и так далее и тому подобного. Вот тут вот там, где тег, да, у меня будет показана перечень вот этих релизов, да, которые вот существуют у меня вот в этой записи, в моей амбулаторной карточке уже есть. Далее пойдет информация уже о плане, но план тут у нас мы увидим, так как я уже сказала, информация в классической схеме, она будет немножечко маленькая, то есть мы будем видеть основной ID закупающей организации, да, на план, это основной их план на этот год там, и будем смотреть, какая сумма денег у них есть. И также у нас будет тут ссылка. Ссылка это очень полезно, да, потому что по данной ссылке мы будем переходить сразу в наш IP-модуль, и нам будет открываться уже расширенная информация, уже локализованного плана в Кыргызстане со схемой, где мы будем видеть всю информацию. Информация о участниках процесса. Это у нас вот эти стороны или parties, да, на английском. Тут у нас информация будет содержаться у всех сторон, которые будут вовлечены в процесс закупки. То есть у нас будет информация о закупающей организации, у нас будет информация о участниках процесса, и, конечно же, о поставщике, который, о поставщиках, да, если у нас будет несколько их в данном процессе. Информация об участниках, что мы там можем найти, да, у нас, конечно же, будет ИНН этой организации, название этой организации, у нас будет ее адрес. Первоначально была также опубликована информация о контактном лице, да, то есть там была фамилия, имя человека, и его там номер телефона и имейл. Впоследствии эти данные мы исключили, потому что данная информация, люди записывали, большинство из них свои персональные данные, и данная информация уже подпадает под законодательство PIA, это персональные данные, да, и они не могут быть частью открытых данных. Но имея информацию о организации, ее название ИНН и ее адрес и так далее, это вполне достаточная информация, чтобы ее идентифицировать, да, и связаться в случае необходимости. Далее у нас идет тендер. Тендер – это информация о конкурсе, да, что у нас тут. У нас есть, значит, наименование будет, да, процедуры конкурса, дальше у нас будет номер данного конкурса, да, его статус, на каком он сейчас. Далее у нас будет описан более подробный статус, дата его публикации, метод закупки. Метод закупки, я на этом, наверное, немножко больше остановлюсь, так как, если видите, у нас есть два метода, да, закупки. Первый прокюрометод – это будет метод, который определен по стандарту ACDS, то есть там это унифицированное понятие, да, методов закупок, то есть когда они бывают там какие-то ограниченные, либо это, как это, закупка из одного источника, допустим, либо это открытые торги. И далее уже, когда у нас вот этот детализированный метод, в детализированном методе уже будет написан, уже как называется метод государственных закупок, да, уже в Кыргызстане. И это будет своего рода даже подсказка, да, имея эти два метода, вы всегда будете знать, то есть не просто название этого закупочного процесса, да, вы будете даже знать, куда он подпадает, под какие определения, да, либо это какие-то с ограничениями закупки, либо это открытые торги, либо это вообще закупка из одного источника. Далее, далее, есть дополнительная информация, которая, это немножечко как бы такое дополнение, да, к классической ACDS-схеме, потому что она, эта информация является частью уже локализованного процесса в Кыргызстане. То есть у нас есть такое понятие, как если предквалификация, да, на этот, и, допустим, есть также, мы должны знать, это там закупки лекарственных препаратов, и у нас мы еще, значит, у нас есть информация, да, почему там проводится обоснование метода этих закупок. Информация о тендере у нас существует, значит, также мы знаем информацию о процессе, да, мы всегда видим, когда у нас будет процесс уточнений подачи, да, всегда его начало и конец, и у нас будет информация, информация, это с периодом проведения самого тендера. Также у нас будет указано, как это, существуют ли какие-то те или иные гарантии, да, и нужны ли они. Далее мы будем видеть, какие у нас лоты. По лоту у нас будет всегда информация о лоте, то есть мы будем узнать тоже индификационный номер, да, мы всегда можем увидеть и узнать статус, на какую стоимость, да, ожидаем, в какой валюте, и очень важно, ага, вот этот индификатор, это индификатор, который уникальный системы, этот, который регистрируется в системе, и мы его увидим на портале. Дальше очень важный момент, да, что у нас, если мы вот тут посмотрим, у нас вот тут вот будет индификатор плана закупок, да, на основании чего этот лот закупается, то есть у нас есть вот эта связь с планом закупок, да, с линией плана, под которой закупается данный лот. В лоте внутри у нас он как бы, если мы так скажем, да, лот у нас, значит, такая коробка, в которой еще лежат как бы маленькие такие небольшие коробочки, да, с информацией уже о айтемах, то есть айтемах это, извините, не знаю, как перевести, внутри, да, уже что-то, я не знаю, уже более мелкое, да, с объяснением, что мы закупаем. То есть у нас есть тоже значение этого код, у нас код по КГЗ будет тут, то есть мы будем смотреть, что это там, кефир, бензин, еще что-то, у нас мы будем знать, какое количество его покупается, за единицу, да, валюту и так далее, полная информация. А айтем это номенклатура товаров? Номенклатура, да, спасибо большое. Дальше у нас есть такой раздел, который он в классическом оседе, если он не покрыт, он уже является достоянием именно Кыргызской республики, так как это ваша система государственных закупок предусматривает, да, вот эти там требования, то есть мы у нас тут особовки какие-то и так далее, и так далее, то есть у нас в условиях контракта, да, дополнительных у нас есть вот эти все определенные условия, которые опять же в нашем релизе, да, будут публиковаться. Информация о сопровождающей документации у нас будет в разделе документы, в этом разделе inquiries это у нас будут уточнения, да, те запросы, вопросы, которые задавались по данному процессу, были зарегистрированы в системе. Так, далее у нас идет информация о участниках процесса, да, не участниках, а предложениях поданных, да, биды, биды, это у нас предложения поданные, то есть предложения, мы будем видеть статус данного предложения, да, мы можем всегда видеть, когда оно было зарегистрировано, на какой лот это предложение и какая сумма, да, этого предложения. Далее, у нас есть информация о, у нас, так, это будет информация об участниках данного процесса, мы будем всегда видеть его идентификатор, да, кто подал это предложение. Также у нас есть секция, где у нас будут информация о жалобах, то есть информация о жалобах, она точно так же, мы будем знать тип какой жалобы, да, мы будем знать, кто подал эту жалобу автора его и будем знать, да, о чём это жалобы. В секции аворд, аворд это у нас победитель, да, информация о победителе. В информации о победителе у нас, если вы видите, будет всегда, мы будем знать его идентификационный номер, мы будем знать номер лота, да, какой он выиграл, мы всегда сможем посмотреть его идентификационный номер предложения, которое он подал, и будем знать его сумму, да, и валюту, в которой было поддано предложение. Далее в секции, в разделе, да, в нашем контракте у нас будет уже информация о контракте. О контракте информация у нас будет, то есть мы будем знать номер этого контракта, мы будем знать, когда он подписан, да, это вот у нас есть информация, будем знать стоимость этого контракта, какая у него скидка, да, какой будет у нас дальше тут уникальный номер, как это, присуждение победы, да, то есть мы всегда сможем его просмотреть и соединить, что, ага, действительно была такая, да, победа, и этот человек там действительно выиграл этот контракт на определенных условиях. Хочу остановиться на контрактах. Контракты, к сожалению, к сожалению, очень большой процент контрактов не регистрируется до конца, да, не закрывается в системе государственных закупок. Есть очень много примеров того, когда закупающая организация, проведя, допустим, конкурс, да, дальше его закрывает и просто, имея контракт на бумаге, несет его в казначейство, регистрирует и на этом, как бы, дело заканчивается, да. Мы этот вопрос неоднократно поднимали в Министерстве финансов, так как эта информация, она, получается, утрачивается, да, и не вся информация о контрактах, которые есть в стране, да, есть у них в системе государственных закупок. Они сами жаловались, что это для них какая-то там боль и проблема, да, и я надеюсь, что в дальнейшем они как-то реализуют и сделают этот момент обязательный, да, но хочу, как бы, вас предупредить, что вы были готовы, что, к сожалению, на данный момент в системе госзакупок не все эти контракты, которые есть, зарегистрированы в казначействе. Это мы прошлись по основной схеме, сейчас я покажу схему, так, мы уже уходим за пределы времени, буду ускоряться. Я сейчас показываю схему, это уже схема, которая планирование, которая отдельная в API, да, отдельная схема планирования у нас, опять же, если вы видите, у нас есть вот этот OCID, это вот этот идентификатор, да, нашей амбулаторной карточки, да, то есть куда вот этот релиз-запись о плане государственных закупок, да, как вот, как выписка от одного врача, это про планирование мы имеем, да. Тут, если вы видите, если вы видели в основной схеме, да, которая классическая CDS, да, там у нас было всего лишь там несколько партнеров, полей, если мы смотрим та, которая уже локализованная в Кыргызстане, да, у нас их появляется очень много. Почему? Потому что у нас тут появляется очень много информации, которая доступна у вас, да, и подразумевается в вашей стране, да, как проходит планирование, то есть по планированию мы можем знать, во-первых, что, да, во-первых, информацию о закупающей организации, да, и у нас точно так же будет роли, и у нас тут, где роли, да, у нас будет, ага, это у нас тут будет buyer, то есть закупающая организация, и тут у нас будет вот в parties, это уже будет ENN организация, ее название, адрес и так далее. Далее у нас будет информация о самом планировании, то есть у нас будет заголовок плана. Заголовок плана – это основной план, да, вот этот номер, который присваивается закупающей организации на год, и под этот вот основной заголовок плана мы имеем потом уже идентификаторы уже более мелких планирований и информации о них, то есть мы будем знать о том, какой это код статьи расходов, наименование счета, номер счета, валюта, там, сколько сэкономлено и так далее и тому подобного, то есть вся информация, которая доступна у вас на портале, да, и, то есть будет доступна, тут в расширенном виде. Так, сейчас я постараюсь очень быстренько показать, так, секундочку, давайте теперь перейдем, 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 как пользоваться API, да. По API, если вы видите здесь, да, я думаю, для всех разработчиков это как бы вообще абсолютно понятно, да, то есть у нас есть команды get, get у нас команда определяет тем, это у нас обращение к API, да, на команду на запрос на получение данных. Если вы хотите пользоваться, да, так как я говорила, эта документация, она уже, это не просто читать, да, это уже практически вы можете пользоваться и делать запросы прямо вот из этой странички, да. Допустим, допустим, как делать запрос. Если мы хотим, есть несколько типов запросов, значит, у нас запросы можно делать для получения оффсета, то есть у нас для, как это сказать, если мы хотим получить 10 амбулаторных карточек по 10 пациентам, да, мы можем сразу запросить, допустим, за вчера, да, 10 карточек амбулаторных по 10 каким-то пациентам, да, и это у нас будет вот этот первый get, да, когда мы берем релизы, это у нас уже будут оффсеты. Вот этот запрос у нас определяет, уже мы можем получить одну амбулаторную карточку, да, то есть одну выписку по одному процессу полную. Допустим, и это определяется, что мы получаем это с помощью оси ID, это вот та запись, да, которая определяет вот этот процесс. Как нам с этим работать, да? Так, мы открываем, опять же, я показываю как пример, можно работать как удобно, да, я покажу там еще несколько вариантов, если успею. Это, то есть, как работать с API, есть куча различных вариантов, каждый уже разработчик подбирает, да, там, что он пользуется, как он пользуется, есть очень много на рынке для этих специализированных инструментов, как и Космены, Сомни, их там безграничное количество. Так, для того, чтобы нам получить и воспользоваться, да, там, и API, и по ID, то есть нам надо номер вот этого осида. Вот давайте для примера, допустим, ой, господи, так, сейчас я постараюсь какой-нибудь. Так. Секундочку, секундочку, быстро покажу какой-нибудь пример и покажу его на, сразу же, на сайте государственных закупок. Так. Ой. Я хотела спросить, меня слышно или просто все заснули? Слышно, хорошо. Да? И видно от Google. Хорошо, так. Так, я вам показываю, открываю для примера сразу же, чтобы было бы нагляднее, да, как с этим работать, и сразу открываю на сайте государственных закупок, да, чтобы было видно, если он откроется, правда, быстро. Так, мы видим, у нас открылась вот процедура, да, мы смотрим, у нас это сайт государственных закупок, смотрим, вот такая закупающая организация 3 мая 2021 года, да, опубликовала такую закупку. Мы смотрим ее номер, у нас номер закупки, который вы видите здесь, да, он как бы составной, давайте назовем его так. Основной номер закупки, чтобы получить, нам надо впереди как бы отрезать вот эти, да, 6 цифр. Если вы посмотрите сюда в ссылку, да, вы увидите, вот это и есть вот этот идентификатор правильной закупки. Впереди 6 цифр, это определяется, если видите, 0,3, 0,5, 21, да. Информацию смотрим, вот у нас на сайте данная закупка. Теперь возвращаемся, возвращаемся в наш, значит, документацию, да, берем этот номер. Берем номер у нас тот, который мы видели, и нажимаем кнопку execute, да. Теперь смотрим, вот у нас, если вы видите, вот сама команда, которая у нас execute, да, и дальше мы видим, вот опубликованное, вот вот этот JSON, со всей информацией он у нас вот тут публикуется. Можно, то есть, делать это вот прям вот отсюда, да. Второй вариант, как можно, да, то есть, если вы видите, это получается, как я уже сказала, да, вот тут вот у нас вот это, это команда, которая у нас должна использоваться, да, в API для получения этой информации. Второй вариант, вы можете точно так же, вот зайти на вот этот API, я по нему переходила с основного сайта, и просто мы дописываем вот эту команду вот сюда в строку, да, то есть, мы через слэш пишем руками сами эту команду, и у нас открывается точно так же этот же релиз, да, если мы видим, это же запись по этой процедуре. Сейчас, секундочку, вот для интереса, мы смотрим, вот у нас закупающая организация, телерадиоведущая компания, тра-та-та, и если мы смотрим сюда, да, вот у нас пошла информация о этой компании, да, вот у нас это же телерадиовещательная корпорация, да, у нас есть о ней адрес, у нас есть ее ИНН, дальше у нас написано, что она вот buyer, да, у нас она закупающая организация, и дальше у нас идет информация о тендере, то есть, она закупает услуги сотовой связи, мы видим, что у нас данная процедура, конкурс уже закончил, закончен, да, смотрим, контракт подписан уже, и смотрим, что у нас это получается закупка из одного источника, да, на 55 тысяч было закуплено, смотрим дальше, что у нас никаких там требований нету, да, так, есть там вот какой-то задержка на подставку, дальше у нас мы видим информация есть полностью, там, что закупалось, да, вот код ОКГЗ, его ID, услуги мобильной связи и так далее, и тому подобному, и мы видим полностью информацию, и вот мы видим уже заключенный контракт, да, на какую сумму, когда он был заключен, и всю информацию о контракте, и также мы видим, да, информацию о планировании, и видим ссылку на планирование, когда же была запланирована закупка сотовой связи. Если, потом мы можем сделать отмену, да, если нам не надо, и можем попробовать снова, опять же, записать сюда, что мы хотим. Если мы хотим, если мы хотим получить информацию о контрактах, которые были, это контракты заключены без публикации объявления, да, то есть один источник без публикации, для этого у нас есть немножечко другой запрос, да, опять же, рассказываю, мы можем делать экзекьюшн прямо отсюда, да, из документации и вписывать в номер контракта, сейчас мы тоже посмотрим на примере, что-нибудь откроем на сайте и посмотрим на примере, на примере, на примере, как это делать. Так, сейчас я на минуточку, сейчас открою что-нибудь. Ай, нет, 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 что-то не открывается, сейчас, секундочку. Так. Если можно, я думаю, это последний пример сделаем, и потом будем возможность участникам задавать вопрос. У нас осталось 20. Да, да, хорошо, я очень быстро скажу, как посмотреть. Смотрится точно так же, прописывается, да, вот этот номер, это будет номер уже самого контракта, да, все контракты, которые без публикации имеют номер ЕН- и вот этот номер, который я сейчас напишу, да, или там любой другой, то есть вписав сюда номер этого контракта, вы всегда сможете там поднять информацию о этом контракте. Это как бы быстрые примеры, да, о планировании. О планировании точно так же вы можете из API-плана получать, если хотите, вы можете полную, да, запись вот эти апсет получать, если же нет, вы можете по ID-плана точно так же, да, через write-out вписывать ID-плана и находить тот, который вам как бы нужен, тот, который интересует. Так, мы уже далеко ушли за время. Так. Да, еще очень-очень хочу быстро вернуться, буквально 5 минут, и, наверное, я буду всех отпускать. Значит, стандарты ACDS в API, это мы уже проговорили. Локализованная схема, ту, которую я показывала, да, вот такой JSON расписанный, каждое поле и так далее, и так далее, как оно называется. Данная информация есть, она в GitHub, она открыта, это в EBRL-репозитории, да, вы можете всегда ее найти, просмотреть самостоятельно. Также есть информация, да, на GitHub по данному проекту. Сейчас я еще очень быстренько ссылочки я вам показала, как это выглядит, да, это будет вот такая страница, где вы найдете описание о данном проекте. Чем цена эта информация? Тут вы сможете посмотреть не только, вы можете, конечно, посмотреть, то есть на техническую, да, имплементацию с описанием, как проходит, как это было все сделано, но более ценно вы можете посмотреть та аналитика, которая была там реализована, да, с помощью вот этих открытых данных. То есть вы сможете посмотреть и понять для себя, какая информация содержится, какую информацию вы можете иметь и данные, да, построить и реализовать. Она разбита на много секций, она разбита на планирование, на проведение самого конкурса, информация об участниках, какая аналитику можно строить и так далее, и так далее. Тут в разделе код, тут есть полностью тоже описание всех документов, схем, и, конечно же, уже исходный код всех тех инструментов, которые были реализованы, в том числе и вот этой части, да, сайта, сайта, части сайта, как бы он аналитической, то есть весь исходный код там имеется. Наверное, 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 буду всех отпускать. Спасибо за презентацию. Я думаю, мы можем перейти к вопросам участников, думаю, их накопилось немало. И я бы хотел спросить, с какими вызовами вы сталкивались в этом процессе? Почему я спрашиваю? Потому что у очень многих команд, которые подали заявки на Innovation Challenge, как раз и было желание создать вот такие инструменты, которые бы оценивали риски. Возможно, вы сможете дать какие-то очень ценные рекомендации участникам. Спасибо. Спасибо большое. Как бы я бы разделила, наверное, этот вопрос на две составляющих. Первый – да, челлендж. Челлендж, наверное, как бы основной, который есть везде, и это, наверное, не касается уже каких-то разработки рисков, либо аналитики. Это челлендж, наверное, который есть у всех людей, которые работают с данными. Это, конечно, качество данных. К сожалению, к сожалению, как я говорила, да, в системе качество данных, оно не всегда хорошее. Благодаря там публикации и стандартизации ACDS, да, эти данные, там, была возможность как-то улучшить, да, там, дополнить информацию, там, потому что у нас была возможность там какие-то данные брать из каталогов, да, подключать и так далее и тому подобное. Поэтому основная, как бы, проблема всегда – это вот это качество данных, которое находится в системе. Второй вопрос, который я озвучила, да, что очень много в системе госзакупок таких себе брошенных процедур, да, это могут быть процедуры, которые вот закупающая организация провела, но потом там не дорегистрировала контракт. Либо объявила процедуру госзакупок, да, на нее никто не пришел, и они ее бросили вместо того, чтобы там отменить, закрыть и так далее и тому подобного. Это все ведет вот к вот этой грязноте, да, и ухудшение качества данных. Как с этим бороться? Бороться только можно это либо на законодательном уровне, да, либо уже предусматривать системой какие-то определенные действия, которые не позволят, да, закупающей организации, либо давайте, так скажем, конечному пользователю любой эти системы, да, там бросать и не заканчивать определенные действия, которые предполагают системы и должны быть закончены. Второй моментик – это по поводу разработки риск-индикаторов. Риск-индикаторы – это индикаторы риска, да, которые определяют существующие риски в системе, даже не в закупочном процессе, да, которые бывают. Сказать, что каких-то данных не хватает или невозможно построить там какие-то риск-индикаторы, я такое сказать не могу. Данных в системе хватает, но есть такой нюанс, который я уже сказала перед этим, да, то есть вот это качество данных порой не позволяет, да, проверять весь объем информации, так как часть закупающих организаций, либо часть вот этих записей, она не может потом автоматически обрабатываться этими индикаторами, да, обычно делается это уже такая международная практика, то есть те вот эти записи, которые невозможно из-за плохого качества данных обрабатываться, они всегда записываются отдельно и там складываются в отдельный контейнер, да, что при желании их уже можно, как это, индивидуальный подход к этим записям применить и уже там проверить. Спасибо.